Вести Карачаева, Черкесия 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 Кассовое исполнение национальных проектов в Карачаеве, Черкесии Алина Кохова, Кассовое исполнение по пяти национальным проектам в Республике На сегодняшний день уже составляет 95%. В этом году на территории Карачаева, Черкесии В рамках реализации национальных проектов капитальное строительство, ремонт и реконструкция Проходит в 125 социально значимых объектах. Оплата потребленного газа в Республике превысила 100%, сообщил на состоявшемся заседании Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Карачаев-Чекесии Премьер-министр региона Мурат Аргунов. По его словам, по итогам 10 месяцев текущего года Уровень расчетов за потребленный газ по всем категориям потребителей составил почти 102%. Кроме того, уровень расчетов за потребленную электроэнергию в регионе составил 94%. Карачаев-Чекесия входит в тройку лучших регионов Северокавказского федерального округа по платежной дисциплине за электроэнергию. И в положении этой темы 84% договоров на догазификацию в Карачаев-Чекесии исполнено до границ участков. В настоящее время из 3076 заключенных договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям завершены строительно-монтажные работы по доведению до границ земельного участка 2582 домов, что составляет почти 84% от общего числа заключенных договоров. А в 1031 домовладении уже выполнен пуск газа. Напомним, подать заявку на догазификацию можно через МФЦ и службу единого окна газораспределительная организация, а также дистанционно через портал госуслуг или же на сайте единого оператора газификации России. 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Карачаев-Чекесии в следующем году. Оригинальные власти продолжают обновлять первичное звено здравоохранения. Также в следующем году 10 фельдшерских и 4 фельдшерско-акушерских пункта будут построены взамен существующих. В Хурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском, Пристани, Урупе, Новой Тиберде, Нижние море, Грушки, Тапанте, Садовом, Киево-Жураках, Курджинова и Курджинова-2 на месте обветшалых появятся современные здания, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах в республике идет не первый год. 19 ФАПов были построены в 2019-2020 годах, а в прошлом году провели капремонт ФАПов Бавука и построили врачебную амбулаторию в Ирсаконе. В текущем же году по программе модернизации первичного звена здравоохранения начался капитальный ремонт поликлиники в Учхекене и Тибердинской участковой больницы, а также строительство ФАПа в Учкулане и врачебных амбулаторий в Приградной и Октябрьском. В общественной палате республики составился круглый стол, посвященный проводимой работе по улучшению экологической ситуации в Учгутинском районе. Участники мероприятия отметили, что в целом в муниципальном образовании проводятся определенные работы, направленные на улучшение экологической обстановки. Однако по результатам проведенного мониторинга все еще имеются вопросы, требующие некоторой доработки. В вопросах выявления несанкционированных свалок и принятия решений по их устранению недостаточно задействованы службы участковых инспекторов и экологического надзора, в связи с чем отмечена необходимость разработки ряда мероприятий по устранению нарушений с учетом активного развития в регионе туристической отрасли. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдъегерской почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва, рассказывает военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военнослужащих сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг. Через отделение Почты России почтовый индекс, он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам, близким, необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданина республики. Информация эта строго конфиденциальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. Очередной груз отправил на Донбасс совет старейшин Карачаева-Черкесии. К нему присоединились сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики. Собрали все необходимое. Спарные мешки, средства связи, теплую одежду и обувь, средства гигиены, еду и воду. Отметим, что это уже не первый груз, направленный Советом старейшин в зону проведения спецопераций. Носки, шапки, шарфы, перчатки. Более 6 тысяч вязаных изделий наша республика отправила этой осенью жителям Донбасса и новых территорий, а также в поддержку военнослужащих в рамках акции «Бабушкина забота». На протяжении нескольких месяцев жители Карачаева-Черкесии приносили в региональное отделение «Единой России» теплые вещи, которые вязали сами. Благодарственные письма руководителя Центрального исполкованного партии Александра Сидякина самым активным участницам акции вручили председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России», депутат парламента республики Татьяна Черняева и заместитель руководителя исполкованного партии, депутат Думы Черкеска Альберт Зугаев. Среди участников акции – учителя, школьники, пенсионеры, депутаты и другие, отметила Татьяна Черняева. Эта акция в нашей республике стала очень популярной. Каждый из нас с первых дней начала специальной военной операции переживает за то, что происходит на территории Украины, за наших солдат, которые участвуют в этой операции. И, конечно же, когда мы узнали о том, что можно принять участие в этом теплом мероприятии, все откликнулись так, как будто бы сделали это для своих детей, внуков, для своих родных и близких. 9 декабря, в День Героев Отечества, на центральной площади Карачаевска состоится торжественное открытие памятника Герою России генерал-майору военно-воздушных сил страны в отставке Канамату Баташеву, который трагически погиб во время специальной военной операции, выполняя долги и сохраняя жизни российских бойцов. Указом президента страны за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Канамату Хусеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Информацию комментирует заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев. В Донбайе прошли масштабные тактико-специальные учения, в рамках которых сотрудники МЧС, а также иные профильные ведомства и службы отработали действия по спасению людей на объектах туристического комплекса. Подробности рассказал начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Карача-Черкесии Василий Диргаусов. При проведении таких масштабных тренировок, учений, туристы, гости, жители республики на самом деле чувствуют работу всех служб, всех подразделений, которые могут прийти им на помощь в любую ситуацию. Въезд в село Дружба украсила Большая Арка. Ее установили в память о Каде и Духовном управлении мусульман Карача-Черкесии Ибрагиме Хаджи Качиви. Его именем также названа Центральная улица Дружбы. Работы по возведению архитектурного сооружения проводятся за счет средств местных благотворителей. Благодаря неравнодушным гражданам, выходцам из этого села, успешно реализуются ряд значимых проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры и объектов социального благоустройства. Рассказывает Муадин села Дружба Халид Качив. Я не ожидал, что люди так будут относиться к этому сооружению. Есть у нас Иркенов Асхад Борисович, житель этого села, который очень любил ради Аллаха нашего имама. У них взаимоотношения были на таком высоком уровне. Он очень помогает. Ни рубля не берет к этому сооружению. Она вот 80% закончилась. Я вам скажу, правительство, министры, замминистры, они просили называть свои имена. То, что они делают ради Аллаха, не хотят, чтобы их озвучивали. Очень многие помогают. В Пятигорске проходит окружной форум развития добровольческого движения школьников Северокавказского федерального округа «Старт Машук», который организован в уникальном месте на совершенно новой современной площадке Центра знаний Машук. Одна из главных задач форума – создание межрегиональной площадки для формирования системных установок в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения, формирование корпуса юных просветителей в области добровольчества и гражданской активности. Программа мероприятия состоит из образовательных курсов, мастер-классов, креативных сессий и встреч с гостями. Наши ребята вместе со своими экспертами и наставниками создадут 18 концепций межрегиональных дней единых действий, которые войдут в план деятельности российского движения детей и молодежи и будут реализованы в округе в следующем году. 11-классники республики написали итоговое сочинение, изложение, которое является одним из условий допуска выпускников к ЕГЭ. Помимо этого, его результаты могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в некоторые вузы. Всего сочинение написали 1614 11-классников, а изложение – 13 человек. На выбор учащихся региона были представлены следующие темы. Какую жизненную цель можно назвать благородной? Что такое взаимопонимание? Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи? В чем ценность исторического опыта и другие? Итоги будут оцениваться по системе зачет-незачет, учитывая такие параметры, как самостоятельность написания, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованные при влечении литературного материала. Выпускники ознакомятся с полученными результатами до 1 декабря. Школьники республики впервые написали всероссийский диктант по английскому языку. 65 учеников из разных уголков региона проходили задания на базе Центра выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева-Чикесии. Большинство из них являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку. Результаты диктанта будут известны после 21 декабря. Ребята получат электронные дипломы и сертификаты в обучастии. По данным синоптиков республики, сегодня по Карачаево-Чикесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. Местами на дорогах гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 4. На этом региональный новостной блок завершен. Выпуск провела Редонирова. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентом. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Стоп-спам. Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением «защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо. Или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!